Общение с морем Общение с морем всегда доставляет кучу удовольствия Ну, по крайней мере, для меня И я так вижу, что это огромное счастье для всех, мне кажется так Здесь солнце, здесь небо В Москве всего этого нет Здесь природа уникальная Я только сидела, мечтала, эх, говорю, куда-нибудь на реабилитацию у нас А как раз у нас была Катя, она говорит, как раз этим вопросом занимается Ну, это вообще, говорю, воздух, море, птицы, зелень продлили нам лето Тем более в Москве в этом году особого лета не было Я считаю, что море, это главное лечение Это все лечение Оно дает ощущение от сердца свободы Наш московский фонд «Живи сейчас» Искали, пробивали санаторно-курортные территории, которые более всего бы подошли для колясочников Что-то адаптировано, что-то нет И вот на данный момент нашлась у нас возможность этой депатория Здесь у нас и номера адаптированы, и пляж С небольшими недочетами, но здесь шикарные условия для колясок Возможность зайти в море с коляской Есть помощь спасателей, которые могут сопроводить в море Проследить, чтобы все было спокойно Чтобы у людей паники не было в воде Номера шикарные Большая площадь, ванная большая Все предусмотрено У нас были самые разнообразные хотелки Которые они выполняли с улыбкой Мы заказывали три коляски, ходунки Нам нужны были реабилитологи Потом экскурсия Мы хотели менять комнаты, мы их меняли Мы удлиняли лейки души Замучили всех А в ответ у нас была улыбка И выполнены наши просьбы Я очень надеюсь, что в следующем году мы тоже вернемся сюда Такой же дружной командой А может быть даже и больше Там я только заболела Еще даже ничего И в поликлинике еще даже не знают Чем я болею В мае я еще по Питеру бегала Ногами без этих подпорок В январе поставили Но я им не поверила Обследовалась еще раз везде уже Ну правда обещали только 99% Один оставили Вот и надеюсь Пас это неизлечимое заболевание, которое быстро прогрессирует Двигнут двигательные нейроны И постепенно отказывают руки, ноги, потом дыхание Я, например, не думал Такая болезнь Я был очень крепкий мужчина Рыболов Ловил сама по 20 килограмм Спускался, прошел ход по лорной реке И вдруг я вот такой Мышцы цеплю Это нейромышечное заболевание К сожалению, оно неизвестного происхождения Оно фатальное То есть оно пока неизлечимое Оно развивается, как правило, самостоятельно и непредсказуемо У очень многих заболевших отсутствует четкая такая классификация Потому что у всех оно по-разному развивается У кого оно начинается с ног, переходит на руки и так далее У кого начинается с рук, у кого начинается с языка, с лица и так далее То есть симптомов и вариантов развития очень много Пока это все идет на уровне опыта Пока это все идет на уровне экспериментов Мы надеемся, мы надеемся и говорят, что к этому есть предпосылки Что, ну скажем так, в ближайшие годы будет найден способ излечения этого заболевания И нам очень хотелось, потому что заболевания тяжелые, трудные И для самого заболевшего, и для того, с кем он живет Замечательная идея у фонда была в том, что организовать эту поездку Не только самих больных вас, но и родственников Тем более от тебя Родственникам ничуть не меньше нужен отдых, реабилитация, помощь Очень много сил они отдают больным Я спокойно, я говорю, девочки, я вам вручаю, я пошла Да, вручила, я спокойно иду уже, ну, хочется как-то пройтись вот так уже без напряжения Здесь мы гуляем, делаем зарядку, ходим на прогулки, купаемся в бассейне По вечерам, каждый день мероприятия, каждый день танцы под музыку, танцевали все, в общем, кто как мог, да Четыре зарядки, мы прогуливали Нет, не надо говорить Никто не сидел по комнатам, а дышал свежим воздухом И каждый вечер что-то разное, и очень интересно, и всем очень это нравилось И все отдыхают, и все работают То есть у нас как-то получилось, что полностью вот все мы вот так вместе, совместно А вот сейчас будет прикольно А теперь фотка, фотка Завтрак, свободное посещение Кто-то хочет проснуться пораньше, кто-то хочет поспать попозже Дальше собираемся все на гимнастику на утреннюю После гимнастики море Два дня только, по-моему, не залезали в море Потом обед Потом бассейн Потом ужин Ну и наши развлекательные мероприятия вечерние У нас была ароматерапия Разливали бутылочки маленькие аромамасла Вот, они должны были закрыть глаза Мы открывали их Они вдыхали аромат, должны были угадать аромат Лаванда? Лаванда Лаванда Да Нас это консультировал врач Он рекомендовал процедуры Ну, врач может подстраховать в критической ситуации Врач может посоветовать Здесь есть сауна Можно ли нашим сауну? Есть противопоказания Не все процедуры подходят у вас больным И поэтому вот оптимально, что подходило Они этими процедурами пользовались И купались, и загорали И лечились И на массаж ходим Все-таки они нуждаются в помощниках Которые помогут организовать этот отдых Помочь в передвижении В решении каких-то бытовых вопросов Одна бы я сюда не решилась ехать Потому что страх где-то поселился У меня вот души, наверное И я так об этом думаю Ой, кто бы меня только не толкнул Потому что дома я упала три раза На ровном месте Просто ноги куда-то не так Этот страх присутствует И, наверное, одна бы я не решилась Вообще-то я немножко экстремалка А мне выдалось и море поплавать И в бассейне И мазать делать И просто одна К сожалению, Московская область Абсолютно оторвана от Москвы В этом плане У нас нет ни подобного фонда Ни подобных помощников Ориентируемся, к сожалению, сами на себя В своем городе, где мы живем Максимум, на что мы можем рассчитывать Это медицинские процедуры Типа уколов Все Нормальные, да Не как в Сабесовских санаториях Неправильно спланировали, если из минусов говорить Наверное, стоит ехать отдыхать на две недели Чтобы наши подопечные могли компенсировать проезд к ССО Я приехала сюда в качестве медсестры Фонд живи сейчас Я попала совершенно случайно Ну, так как все случайности не случайны Я еще пока не разбралась, как я туда попала Хотела всегда помогать людям В какой-то момент я попала и в больницу суетителя Алексия И таким же образом Фонд живи сейчас Отношения девушек, которые нас сопровождают Замечательные Я говорю, что самое главное Это то, что и душу отдают Лечат сердце Да, да, лечат сердце, очень помогают Это очень приятно Редко, хочется, чтобы это было все время Хочется, чтобы это было как можно больше Прекрасные, в общем, не то слово помощники Девочки с открытой душой, с большим сердцем Вот это свое дело они исполняют с удовольствием Они получают удовольствие, вот что В таких местах, мне кажется, плохие люди не могут работать В течение дня постоянно девушки с нами Они нам что-то подсказывают, помогают, гуляют с нами Они нам продляют жизнь, они нас вдохновляют Они дают нам очень много общения Это очень важно И в нашем возрасте, и в нашем состоянии Общение, это можно сказать, главное Наташа, наше солнышко Каждый день наш начинается с улыбки Наташи Каждый день у нас заканчивается улыбкой Наташи Маша, это вообще ураган Она меня, честно, как руководителя группы замучила Потому что у нее безумные идеи Хочется отдохнуть, хочется расслабиться Она нам не дает Ни мне, ни нашим участникам экспедиции Вечно какие-то вылазки, вечно какие-то походы Ну, в общем, скучать с Машей не приходится Наверное, очень глубоко звучит Но один человек сформулирует, он не я Но просто в любой момент, когда ты кому помогаешь Очень важно для человека Необычного, не такого, как все Чтобы не делать для, а быть сын Для меня, наверное, в этом какая-то есть такая Ну, призыв, потому что все остальное Это получается такая клоунада Да, мы две пенсионерки Живем на две пенсии Во-первых, еще и на лекарства нужны Потом и в потворе мы на юге никогда не были Как бы посмотрели, что такое в потворе Нас возили, там, город показывали Фонд для нас – это наша семья Вот что, да, вот фонд для меня – наша семья Нам некому помогать У нас родственников нет таких, которые могли бы помочь Брат уже тоже 72 года, пенсионер с сыном То, что даже вот они – звонок для меня Ну, как вы себя чувствуете, Фрагина? Как земфиря? Я говорю, слава богу, гвардейшка, все нормально Большое спасибо У меня вот это, кому горло подкатывает Когда вот так это, думаю, боже мой Говори, мы ведь тоже кому-то еще нужны, оказывается Большое спасибо, вот честное слово А я от всей души Если бы фонда не было бы, мы бы не смогли отдыхать Не было бы, мы бы сидели в четырех стенах Тем более, мы живем в пятиэтажном доме Ни лифта, ни балкона нет Выходить нам сейчас каждым днем тяжелее и тяжелее Райскую жизнь нам устроили То, что даже погода – это ничего Это все нормально Мы помогаем подопечным нашим Подопечные помогают нам Я у них учусь жить, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня Смотрю, как они живут здесь и сейчас Лучше понимаю наш слоган, наше название фонда «Живи сейчас» А вопросы-то кончились? Я хочу сказать, что это прекрасная возможность И люди здесь действительно отдыхают И они счастливы Счастье на самом деле всегда лечит Я вот это знаю Лечит и душу, и тело И это всегда проявляется И я вижу и сейчас по людям, что они Что они счастливы И они забывают и о болезни А если забываешь о болезни, то она постепенно В какой-то части тебя оставляет просто Человек, когда счастлив, он даже боли может не чувствовать Я не знакома с пациентами по-силю Если не про физиологическую часть этой болезни Не про психологическую, что просто Ну, такое испытание в смирении В каком-то просьбе о помощи Самоощущение, потому что Быстрее, чем ты успеваешь прыгнуть Ты теряешь то, что имел раньше Сегодня ты можешь пить кофе самостоятельно А завтра ты не можешь что-то сделать Все это интересное, это дает Какие-то дополнительные надежды на что-то Потому что если посмотреть У некоторых, говорят, давно болезнь А человек живой Некоторые У тебя, наоборот, что-то будет с кле А у мужика, у мужчины Ты будет с кле Руки, а ножки целы То есть, какая-то есть надежда Что болезнь не будет прогрессировать То есть, она разная И более, как бы, настроение, вера Они вот, хотя и утомляются Но они даже этого вида не показывают Потому что они настолько счастливы У них глаза так светятся И просто это ради этого стоит Стоит на многое пойти В кругу таких же людей С таким же заболеванием С кем можно поделиться Своей болью, своей радостью У нас всегда есть общая тема для разговора Наверное, проще, лучше И адаптирование все это проходит Мне кажется, люди привыкли быть сильными И самостоятельными И могут справляться Ну, научились справляться самостоятельно Но просто когда у тебя То есть страховка такая Что, в принципе, если что-то надо То ты не бегаешь, ты не просишь А просто тебя такая подушка безопасности окружает В этом, наверное, смысл центра Что есть люди, которые не нажимают плечами Потому что даже доктора не сталкиваются с этой историей А здесь люди, если не сталкиваются То есть, по крайней мере, они пытаются это выяснить Найти ответы Не только такой палеотивный благотворительный фонд Но еще и медицинские точки зрения Как бы подстегивают, помогают врачам правильно И диагностировать, и лечить И даже просто-напросто организовать эти группы Чтобы сконцентрировать силы Именно вот на этом участке Спасибо за поддержку Потому что мы еще пока ходим на Абгаме А у нас есть больные, которые на коляске И без помощи наших девочек Мы бы никуда не уехали, никуда не ушли А здесь все делается, чтобы люди и общались И помогали друг другу И почувствовали жизнь То есть люди жили И продолжали жить с надеждой Вот за все это благодарность большая Субтитры создавал DimaTorzok